Ома гена тимиранда ся, гена жена шалакая, чакшурун милитам яна, тасма и шри гуравейдна махан. Бахте сундра говиндо да Вга свою махарач, кужая,� шри гуравейдна махарах, чака арddива arddивована кадради махарач, к costume и своего бахте шрапшадар дыована махарас, чака арddиво аня, тюк махметь и сра к conditions. И джагадады. сиропа на гуру арбит и дай нам а чарящих ребят статурки идя на скоте ваш на рынке идей сочетание сразу отмах а чаря в ринге кидай дай щипа ты же роман праву кидай дай он и что подвис варенью всего чебах и дам своим покупатки и дядя щи гуру парам пара кидай я сапарикара шиши гуру гурам гиганхар вагерит хайзики я ищи гири разговар ханки я еще не рисим хадев прохват махарашки я еще мать это улась и махарани в риндадевики я и бахты в ринге кидай нитай бор приманан дэй хари крыши дорогие преданы доброго дня рады всех видеть на нашей дневной программе мы продолжаем изучать чимах бхагаватам ом намо бхагавате васудевая ом намо бхагавате васудевая продолжаем читать Шимар Бхагаватам пись первая, глава четвертая явление Шинарды мы вчера закончили на том, что царь Парикшит готовится умереть, пришел на берег Рикиган, где собрались мудрецы и дается предыстория, каким образом еще молодой царь который полон сил энергии, почему он почему он решает паститься до смерти на берегу Ганги так, мы закончили на стихе, те, кто предан делу личности Бога, живут только ради благополучия прогресса и счастья других людей они не преследуют корыстных целей, конечно, император Парикшит не был привязан к мирским богатствам, как же он мог оставить свое бренное тело служившее прибежищем для других нужно понять, что цари в ведической традиции что значит заботиться о благополучии общества в первую очередь заботиться о духовном благополучии общества, чтобы жители жители страны, они не просто проживали свою жизнь наслаждаясь разуменизменными удовольствиями и затем страдали бы еще больше но настоящий подлинный царь благочестивый царь он занимает своих подлинных такой деятельностью при которой они могли бы постепенно, постепенно приблизиться к пониманию Господа и вернуться в конце концов к Господу говорится, есть такой даже стих, что не имеет права человек заводить жену не имеет права заводить детей не имеет права управлять государством не имеет права управлять, создавать какие-то законы если человек не уверен, что не может привести своих подданных или своих подопечных к Богу мы знаем, что ты сведаешь во всем за исключением некоторых разделов вет и поэтому можешь ясно ответить на вопросы которые мы только что задали тебе это мудрецы спрашивают суту Госвами веды также отличаются от пуран как браманы от паривра джак назначение браванов проводить определенные кармические жертвоприношения упоминаемые в ведах а паривра джакачария ученые и проповедники обязаны нести людям трансцендентное знание при этом паривра джакачария не обязательно является знатоком в произнесении ведических мантр которые регулярно декламируют браманы владеющие метрикой и мелодикой ведических гимнов и отправляющие ведические обряды и тем не менее нельзя считать, что деятельность браманов важнее деятельности странствующих проповедников их деятельность одновременно одинакова и различна потому что ведет к одной цели хотя и различными путями то есть браманы они проводят различные обряды поклонения живут как правило в одном месте а паривра джакачария они должны очень глубоко знать священное писание должны правильно произносить мантры паривра джакачария это путешествующие монахи как правило странники которые общаются с людьми не сходят на ихний уровень и проповедуют на языке непосредственно людей поэтому как правило странствующие проповедники они из-за того что не специализируются на произнесении различных мантр они могут не знать ну не то что не знать могут нужна практика постоянная практика произнесения определенных текстов определенных мантр знания глубоко священных писаний потому что ну когда человек учится когда человек обучает в каком-то колледже колледже или в престижном университете он должен знать предмет очень глубоко но когда это идет распространение в массы то нужно понять что в большинстве своем люди неграмотные в большинстве своем не знают поэтому нету времени глубоко помнить какие-то части вет какие-то части шлок так или иначе людям дается то насколько они могут это все понять между ведическими мантрами и тем что объясняется в Пуранах и Техасах нет разницы как утверждает Шио Джио Гасмами Матхян Дина в Шруте говорится что все веды Сама Адхарва Рик Яджур Пураны и Техас и Упанишады и так далее эманации дыхания верховного существа Единственное различие между ними в том что ведические мантры начинаются в основном с пранавы Омкары и ритмически правильному произнесению ведических мантр необходимо учиться но это не означает что Шримад Бхагават менее важен чем ведические мантры напротив как говорилось выше Шримад Бхагават это зрелый плод всех вет кроме того самый совершенный из всех освобожденных душ Шива Шукаде Лагасвами хотя уже достиг самоосознание был поглощен изучением Шримад Бхагават Шива Сута Гасвами следовал по его стопам поэтому на его положение нисколько не повлияло то что он не владел искусством метрическое правильного произнесения ведических мантр которые больше зависят от практики чем от глубины осознания их смысла осознавать смысл гораздо важнее чем повторять их подобно попугаю Сута Увача Два Паре Саману Прапте Третья Йога Парайе Джата Парашар Ат Йоги Ласави Мкалая Харе Сута Гасвами сказал когда Вторая Эпоха перекрыла Третья Сатевати дочь Васу родила Парашаре Муни великого мудреца Весадеву Хронология чередования четырех эпох такова Сатья Два Пара Трета и Кали И да они перекрывают друг друга Во времена правления Ваевасвата Ману это случилось в 28 цикле четырех эпох Третья эпоха наступила раньше второй Именно в эту эпоху нисходит Господь Кришна что явилось причиной некоторых изменений Матерью великого мудреца была Сатевати дочь Васу рыбака а его отцом великий Парашара Муни такова история появления на свет Весадевы каждая эпоха делится на три периода называемые Санхи Весадева появился в третьей Санхи этой особой эпохи Однажды на восходе солнца он Весадева совершил утреннее омовение в родах Сарасвати и сел в уединение чтобы сосредоточиться Сарасвати притекает по той же части Гималаев которая называется Бадрикашрама таким образом место о котором здесь говорится Сьяма Праса в Бадрикашраме где живет Ши Весадева Урара Пураравара Яна Сариши Колено Як Тарам Хаса Югат Гарм Яки Карам Краптам Гуи Йоги Йоги Великий Мудрец Весадева предвидел что люди начнут пренебрегать своими обязанностями в эту эпоху это происходит на земле в различные века под влиянием невидимых сил проявляющихся в течение времени Великий Мудрец Весадева предвидел что люди начнут пренебрегать своими обязанностями в эту эпоху это происходит на земле в различные века под влиянием невидимых сил проявляющихся с течением времени когда эти силы влияют на людей люди пренебрегают своими обязанностями и соответственно деградируют в наше время вообще очень мало кто знает о своих обязанностях что делать, что не делать такие великие мудрецы как Весадева, освобожденные души поэтому они могут отчетно увидеть прошлое и будущее он предвидел будущее аномалии века Кали и позаботился о том, чтобы люди имели возможность совершенствоваться даже в этот век тьмы люди века Кали слишком сосредоточены на тленной материи в своем невежестве они не способны понять в чем заключается истинная ценность жизни и обрести духовное знание хаутти канам чабхаванам шакти храсам чатат критам ашрададханам них саттван дурметхан храси тауша друхагам шча джанан векшя мунир дивена чакшуша царваварнаш раманам яд дадхавахитам амок хадрик обладая знанием и трансцендентным зрением великий мудрец предвидел что под влиянием этого века все материальное придет в упадок он предвидел также что у неверующих людей сократится продолжительность жизни и из-за отсутствия добродетеля они станут беспокойными поэтому он погрузился в размышления о том как помочь людям всех сословий и уклада в жизни обладая знанием и трансцендентным зрением великий мудрец предвидел что под влиянием этого века все материальное придет в упадок он предвидел также что у неверующих людей сократится продолжительность жизни и из-за отсутствия добродетеля они станут беспокойными то есть если добродетеля нет люди становятся беспокойными поэтому он погрузился в размышления о том как помочь людям всех сословий и уклада в жизни непроявленные силы времени настолько могущественны что в положенный срок передают забвению все материальное в Кали-Югу последние цикли четырех эпох под влиянием времени все материальное приходит в упадок вот этот век продолжительной жизни материального тела большинства людей сильно сокращается а память слабеет что там такое-то? на улице что ли? да, на дверь, вон на костер в этот век продолжительность жизни материального тела большинства людей сильно сокращается а память слабеет деятельность материальной природы не так интенсивна, как раньше земля не дает таких урожаев зерна, как в прежние века а коровы столько молока, как раньше уменьшается урожай фруктов и овощей вследствие этого всем живым существам людям и животным не хватает здоровой дающей силы пищи из-за нехватки самого необходимого для жизни продолжительность ее, естественно, сокращается память и интеллект слабеют люди становятся лицемерными в отношении друг с другом и так далее то, что мы наблюдаем в этом мире великий мудрец Висадева мог видеть это благодаря своему трансцендентному зрению как астролог способен увидеть судьбу человека а астроном предугадать солнечные и лунные затмения так и освобожденные души, смотрящие на мир сквозь призму бога откровенных писаний могут предсказывать будущее человечества они видят это благодаря духовной проницательности приобретенную в результате духовной практики такие трансценденталисты, которые по природе своей являются преданными Господа всегда жажда служить на благо всем людям они истинные друзья всех в отличие от так называемых народных вождей в кавычках не способных предвидеть даже того, что случится через пять минут в этот век большинство людей вместе с их так называемыми вождями неудачники которые не верят в духовные знания и находятся под влиянием века калия их постоянно беспокоят различные недуги сейчас, например, многие больны туберкулезом и существует множество туберкулезных лечебниц хотя раньше ничего этого не было и в помине так как время и условия жизни были более благоприятными в этот век неудачники избегают встречи с трансценденталистами представителями Шивы Весадевы которые постоянно заняты бескорыстным служением думая лишь о том, как помочь людям всех сословий и укладов жизни трансценденталисты, продолжающие миссию Весадевы народы, матвы, читания, рупы, сыросвастия и других это величайшие благодетели человечества они отличаются друг от друга люди могут быть разными но миссия у них одна вернуть падшие души домой, обратно к Богу Чатур Хатрам Кармашудгам Праджанам Викшья Вайддикам Виададхат Яжнасан Татья Видам Экам Чатур Видхам он видел, что жертвоприношение, упомянутое в ведах, является средством, с помощью которого можно очистить деятельность людей и чтобы упросить этот процесс он разделил единую веду на 4 части с целью распространить их среди людей он видел, что жертвоприношение, упомянутое в ведах, является средством, с помощью которого можно очистить деятельность людей и чтобы упросить этот процесс он разделил единую веду на 4 части с целью распространить их среди людей первоначально существовала только одна веда, которая называлась Яджур и в ней отдельно указывались 4 вида жертвоприношений но чтобы облегчить их выполнение, веда была разделена на 4 части по видам жертвоприношений что должно было способствовать очищению деятельности людей принадлежащим к 4 складам жизни помимо 4 вед, Рик, Яджур, Сама и Адхарвы есть еще Пураны, Махабхарата, Самхиты и другие произведения известные как 5 веда Шивисадева и его многочисленные ученики исторические личности, милостивые и сострадательные к падшим душам Сущности Пураны и Махабхарата составлены на основе связанных между собой исторических фактов которые объясняют учения 4 вед не может быть никаких сомнений в авторитетности Пураны и Махабхараты неотъемлемых частей вед Шандоги Упанишат, Пураны и Махабхарата обычно именуемые историческими хрониками называются Пятой Ведой в подтверждение Шивы Богослами это способ с помощью которого можно установить истинную ценность богооткровенных писаний Рик, Яджур, Сама, Адхар, Вак, Я Веда, Счат, Твора, Удих, Рита Итиха, Сапуранам, Ча, Панчамо, Веда, Учате Через части изначального источника знания вед были выделены в самостоятельное произведение описание исторических фактов и подлинных событий содержащиеся в Пуранах именуются Пятой Ведой Четыре части изначального источника знания вед были выделены в самостоятельное произведение описание исторических фактов и подлинных событий содержащиеся в Пуранах именуются Пятой Ведой После того, как Веда была разделена на четыре части Паила Риша стал учителем Рик-Веды Джаймини учителем Самоведы и только Вай-Шампайна прославился знанием Яджур-Веды Разные Веды были доверены разным авторитетным ученым чтобы они всесторонне разработали их Суманту Муни Ангире была поручена Адхарва Веда Который он посвятил всего себя А моему отцу Рамахаршане Пураны и исторические хроники Мухараш, подскажите, пожалуйста, есть ли классы по ведам, которые ведут женщины Я даже не знаю, может быть где-то есть Кто-то, может быть, ведет у нас Как правило, не идут Иногда Бахти Валита раньше читала лекции Не знаю, сейчас, по-моему, она не читает Рей Кришне В Шрути Мантрах тоже говорится, что Ангире Муни очень строго выполнявший суровое предписание Адхарва Веды стал во главе ее последователей Нужно понять, в первую очередь, какова мотивация Зачем нам изучать Веды И в соответствии с этой мотивацией Просто если мы хотим просто что-то узнать об этом мире с помощью Вед То, как правило, это не даст желаемого результата Нужно поставить какую-то возвышенную цель На самом деле, чтобы идти по духовному пути В принципе, даже Веды не нужно изучать Нужно просто предаться, найти духовного учителя И заниматься служением И все Веды, они откроются в процессе А то, чем занимаются сейчас люди В массе своей, преподавая Веды Это на самом деле не более, чем бизнес То есть люди просто на уровне интеллекта Рассказывают какие-то ведические знания Ничего ценного в этом нету на самом деле Это просто одна из деятельностей этого материального мира Нужно идти духовным путем Нужно найти подлинный духовный путь И для того, чтобы найти подлинный духовный путь Начать надо с молитвы Надо горячо молиться Господу Чтобы он направил на что-то подлинное В противном случае, мы будем без конца блуждать По разным дебрям этого материального мира Хорихарая нама Кришна Ядавая намаха Ядавая намаха Ядавая намаха Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok